ой какой карасик золотая рыбка два часа два часа рыбалки вот такой карпик у нас это рыбка вот такой вот и еще один золотой сколько желания мы будем загадывать карася выпрыгивает карась рядом с поплывком карась как из пулемета большерод и окунь мы его сразу выпустим сегодня ловим на ермасои кого мы ждем мы ждем карпа мы ждем карася плотву обязательно и возможно теляпия сегодня очень сильный ветер задувает зон поставил но почти сдувало очень сильно так ну поехали начнем ловим 11 метров 11 метров посмотрим кто к нам сегодня прикурит ветер или поклевка посмотрим проверим да ветер перочек волна накрывает поплывочек поплывок один грамм и кукуруза плюс волна очень сильная поэтому гуляет вверх вниз вверх вниз вот это была поклёпка удержать удилище очень сложно сдувает где же наша рыбка вот поклевочка есть есть но сошел так ловлю на кукурузу сегодня вот так ем на кукурузу не самое комфортное условие для поплывка но накрывок просто стреляет стреляет сейчас настроимся волна накрыла вот она рыбка есть рыбка посмотрим ой какой карасик карась с большим большим хвостом на край губы вот такой карась вот такой у него хвост рыбку поймаем рыбку отпустим посмотрим сколько поймаем так сейчас 10 часов 40 минут так карась это хорошо но нам нужен карп нам нужен карп и желательно крупный карп ловить ловить короче кукурузу кукуруза крупная кукуруза и видимо карась ее оттягивает дергает за край ушел есть есть золотая рыбка вот это да ну начнем желание вот первое желание зацепилась под верхним плавником вот вот такой вот золотой парась исполняющий желание приехали на кипр поймали золотого карася малька загадали желание вот смотрю бас гоняет малька даже приехал бы я ловить на поплывок вот какая клепка еще один карасик еще один карасик и еще один золотой ох сколько желания мы будем загадывать да стоит золотой карась а где наш золотой карп желательно пол килограмма а можно и килограмм ну и два неплохо играется и крупная кукуруза для карася ой 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 о на монстру наверное все таки не крупный довольно красавчик не крупный но бойкий вот такой вот картик отправляется в садок для дальнейшего взвешивания еще одну вот такую здоровенную кукурузу и отправляемся за картом надеюсь поклевка долго не заставит себя ждать 3,2,1 есть хорошо ну это у нас карась карась вот такой вот карасик еще больше еще больше вот такая отправляемся отправляемся за карпом водоем богатой рыбы водоем богатой рыбы очень много последние два года карася золотого карася молодого карпа до килограмма и есть особи 5,6,7,10 килограмм но это охотники за карпом которые используют карповые снасти ожидания как снесло снесло опа крупную рыбу надо ждать долго но у нас сегодня задача за 1 час поймать как можно больше рыбы глубина глубина в этом месте около двух метров дистанция от берега 11 метров карася карася просто встал а этот гибридный карась оранжево-черного цвета с белым с белым животом заводный ловлю сегодня безбородыми крючками мой друг посоветовал говорит лови безбородыми лучше засекать рыбу и легче снимать не на а я говорил так сходов будет много он говорит нет цепляется рыба и сходов нет и и поэтому вот какой карасик красавчик Ну а где же наши карпы, я думаю, что наши карпы не заходят в каросинное гнездо, он где-то у нас стоит рядышком, допустим, вот здесь, сейчас мы посмотрим. Что там был, непонятно, рыба стоит по всему берегу, рыба стоит по всему берегу, так, а вот сейчас маленькую кукурузку, и мы посмотрим, отличается. Заметил, крючок не очень большой, и большую кукурузу, когда насаживаешь, всегда засекается рыба. Сейчас посмотрим, у соседа, есть ли рыба у соседа. Поклевочка, здесь тоже карась, тоже карась, и просто много карася, не крупный карась, но много. Ладошечная, чуть-чуть меньше. Так, сейчас мы проверим у соседа справа. У соседа справа. А у соседа справа, там рыба плеснула, плещется. Ветер неудобно ловить, поплывок накрывает, но когда ветер, когда обогащается кислородом, и поклевки намного интенсивнее. Так, с чем нас порадует соседа справа? Такой ветер разворачивает. А справа нас никто не ждет. Тогда мы вернемся к нашим карасям. Притопил. Притопил. Карасик. Карасик. Карасик на поплывочек. Этот чуть-чуть будет побольше. Очень удобные бороды и крючки. Первый раз ловлю. Я доволен. Так. Сейчас будем кормить. Что я использовал? Я использовал жмых от семечек и покупную прикормку темного цвета. Хорошо. Продолжим. Одна кукурузка. Оп. Карасик. 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 Идем дальше закормочная пятна. Кормил на 9 метров. Посмотрим, что на 11 метров. Ребята, кто такой ветер заказывал? Что я сейчас сделаю? Будем докармливать. Рогаткой. Наши зоны. Почему кормлю и с травой сделаю? В данном случае на прикормке у меня стоит плотвичка и каракс. Но я больше чем уверен, что рядом плавают карты, которых я так жду. По теории, если крупная рыба приходит на прикормочную точку, то он разгоняет эту мелкую рыбу. И по принципу пылесоса съедает все, что у вас там на дне лежит. Кормка, кукуруза. Рыба за живот. Очень медленно, но тяжелая. Очень тяжелая. Очень уверенная. Без каких-то подергиваний. Тянет резину и не резко, как-то плавно. Но уверенная. Влево, вправо. Сколько он там? Ну, метров 5-6 лет. Посмотрим. Когда ловим на штекер и цепляется рыба, которая кажется, что больше размером, не надо форсировать. Пускай поплавает. Резина ее утомит и потом будет проще. Если сразу ее начинать тянуть, то есть вероятность обрыва снасти. Не знаю, что это за рыба. Такое ощущение непонятное. Что-то уверенное в себе. Подождем. Хорошая. Какая-то шыняка. Какая-то шыняка. Такое ощущение как будто судак. Хорошо. Надеюсь, что он устал. Это я, как-то, примерно. Всегда хочется посмотреть, что же там из-за рыва, потому что она вроде входит по дну. Так, сейчас чуть-чуть приподниму, нет, не дает, но уперся и входит по дну. Так, не будем поднимать, попробуем его, так как здесь практически нет зацепов. Чем резина хороша? Чем резина хороша? Тем, что удочку держим, а рыба вон гуляет. Посмотрим. Это карп, это карп больше килограмма, карп больше килограмма, осталось его дотянуть долгожданно. Как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Было чувство, что рыба уверенная, не дергает хвостиком. Не хочет. Попробуем его по воде подтянуть. Вон парень. Парень уверен в себе. Какой карп. Вот такой карп. Хороший карп. Ну, думаю, килограмма полтора в нем есть. Потом взвешу и скажу, вот это рыбка. Вот это рыбка. За губу. Безбородый крючок. Вот такой вот карп на поплывочек. Поводок 0,12, поплывочек 1 грамм, кукурузка, бум, упал. И есть. Почему на карпа с поводком 0,12? Хороший вопрос. Сейчас поменяем. Если клюет на 0,12, попробуем 0,14. Если будет клюать на 0,14, поставим 0,16. Если клюет на 0,16, ставим 0,18. Просто единственное, что на штекере на 0,18 можно остаться без улочек. Вот. Взяла нападение. Карась с длинным хвостом. Карась с длинным хвостом. Карась с длинным хвостом. Випрыгивает карась рядом с поплывком. Голос с длинным хвостом. Смотрит. Кто там? Рыбу из воды достаёшь. Ветер её так сдувает, что она улетает. За спину. Так, поводок 0.4 Смотрим. Нет, тоже карать, тоже карать, тоже везде карать. Так, хочу его все-таки на 7 метров подтянуть, вот сюда мы на кормочку посмотрим. Будет он, есть, но все-таки он и под берегом стоит. В условиях соревнования, чем ближе рыба, тем быстрее ее достать. И по-разному бывает, то есть иногда можно... А это у нас бас. Бас, да такой окунек. Выглядит он вот так вот. Большерод и окунь. Мы его сразу выпустим. Пускай растет. Кто придется спиннингом, может его поймать. Так, продолжаем. Что это? 9 метров. Смотрим рыбы. Ну, вообще рыба везде, вот она просто. Не могу сказать, что там есть рыба, здесь нет рыбы. Ой, как он гоняет малька, ой, как бас гоняет малька. Вот он, карасик такой. Вот. Кажется ветерок стих и становится жарко. Ну. Где наш карп? Да. Смотрим нашего карпа в правом углу. Смотрим нашего карпа в правом углу. Опа. Карасик. Или крупная плотва. Посмотрим, что это у нас. Какое интересное. Карасик. Карасик. Ну, посмотрим, что у нас в левом углу. Ну, посмотрим, что у нас в левом углу. Неудобно так штекер держать, он поперек ветра. Золотой карасик. Золотой карасик. Золотой карасик. Вот такой красавчик золотой заглотил. Золотой карасик. Очень глубоко. Смотрим на 11 метров. 11 метров у нас будет пустая поклёвка не подсёк рыбку интересно записывать видео сидишь на водоеме один разговариваешь сам собой самый лучший собеседник это ты о как малек ой как бас гоняет малька просто сегодня вот этот ветер 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 это хорошо веренная рыба берегу тянет резину и сама смотрят карпик у карпиков верхний плавник и нижний плавник вот если он цепляется не всегда за садок красавчик двойкие карпики очень приятный и Продолжение следует... 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 Бойкая тарасик. Продолжение следует... 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 На этом карасе остановимся... Будем собираться домой... Два часа пролетели... Были и карпики... Жадные... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...